Девушки отдыхают Я имел честь поработать именно в этом месте И я доказал, что устойчивое сельское хозяйство в форме оазиса возможно создать даже в самых экстремальных условиях Перед нами абсолютно пустынный пейзаж И глядя на эту безжизненную землю, никто не может подумать, что здесь можно заложить оазис Но при правильном сочетании элементов, при доступе к воде и организации сбора воды При правильном подборе и расстановке растений можно получить вот такой результат Молодой пермакультурный лесосад, в верхнем ярусе которого растут финиковые пальмы Ему всего 4 года, а он уже дает урожай Между рядами с различными плодовыми деревьями расположены грядки с овощами, ягодами и злаками Ряды с плодовыми деревьями занимают чуть более половины площади участка 22 метра продуктивного лесосада, в середине которого обустроена водосборная канава И 19 метров грядок с различными огородными культурами Их существование говорит о том, что мы можем создавать изобильные, разнообразные органические хозяйства в засушливых местах Нам не нужно индустриально-химическое сельское хозяйство Меня пригласили, чтобы я смог доказать возможность создания органического хозяйства в таких условиях Но для этого мне нужно было очень точно спроектировать будущее хозяйства Ведь стабильность хозяйства основывается на хорошо продуманном дизайне экосистемы На создании точной модели, на правильном подборе и размещении растений Уже после высадки большинства растений Результат был потрясающим Я прогуливаюсь по дну канавы, которая заполняется водой и орошает всю эту секцию сада Трудно поверить, что мы находимся в центре одной из самых безжизненных пустынь на Ближнем Востоке Тут у нас виноград, плетущийся по опорам Абрикосы, яблони, инжир, гранатовые и олевковые деревья Финиковые пальмы, создающие верхний ярус Среди них растут деревья семейства бобовых, которые мы подрезаем на мульчу Посмотрите на эти виноградные лозы Сейчас конец лета, и листья с винограда только начинают опадать А вот тут у нас персик Это настоящий оазис в пустыне Орошаемый водой из этой канавы Удивительная система Мы подражаем природным системам Мы в обязательном порядке с самого начала должны придерживаться стратегии сокращения испарений Потому что от этого зависит буквально все Мы должны использовать притенение Мы должны укрывать почву и создавать ветрозащиту Мы должны защищать воду от солнца Мы должны создать плодородный слой на нашем участке как можно быстрее, используя любую органику И природа позволяет достичь этого Как только мы создадим почву, мы создадим основу А создание почвы начинается с сокращения испарений В этом нам помогают почвопокровные суккуленты, заполненные гелеобразным содержимым Суккуленты захватывают переносимую ветром пыль Питательные вещества, переносимые с пылью, оказывают благоприятное влияние на все пустынные системы А пыль в пустыне содержит все необходимые питательные вещества В пустыне все разлагается очень медленно Осел, погибший в пустыне, будет разлагаться там 2-3 года, пока от него не останутся лишь кожа до кости Он становится пылью, богатой питательными веществами И разносится по пустыне ветром Это очень ценные минеральные вещества для почвы нашего сада И нам не надо их вносить отдельно Их приносит ветер А суккуленты их задерживают Это ценнейшее питательное удобрение, переносимое ветром, и оно оседает прямо здесь Такой почвопокровный суккулент, как карпобротус съедобный Внутри заполнен гелеобразным веществом, и он отлично улавливает питательные вещества из воздуха Это почвообразующее растение нижнего яруса Наша вода должна впитываться в почву вдали от солнечных лучей Канавы — это системы впитывания воды И все они должны быть защищены от солнца и его испаряющие способности Для почвообразования также очень важна органика Поэтому мы высаживаем вспомогательные растения или растения няньки Нам нужны быстрорастущие засухоустойчивые деревья Их необходимо включать в систему для защиты огородных культур и животных, обитающих в этой системе Тогда мы получим изобилие Здесь мы видим пример классического пермакультурного приема — круг из бананов Здесь в пустыне температура летом достигает 50 градусов Цельсия, а зимой здесь достаточно морозно Поэтому стандартным способом выращивать бананы здесь проблематично Но здесь мы видим плодоносящие бананы, высаженные по кругу, в центре которого огромная замульчированная куча органических удобрений Это классический пример использования пермакультурных приемов для создания микроклимата и удлинения вегетативного периода растения Здесь у нас, значит, абрикос Он уже готовится к зиме Тут у нас азотфиксатор Его ветви срезаются на мульчу Затем молодые яблони Прекрасное, здоровое фиговое дерево И еще один абрикос Тут у нас почвопокровные суккуленты, защищающие почву Это персик Это классический органически смешанный плодовый лесосад, выращенный в пустыне А это цитрусовое дерево, скорее всего, мелкий мандарин И этому саду всего 4 года Тут у нас финиковые пальмы и оливковые деревья, бесперебойные поставщики мульчи Это смешанный органический лесосад И это всего лишь пример того, какое многообразие можно вырастить в таких тяжелых климатических и природных условиях Пустыня води Рам 480 миллионов лет Это древнее место, древняя страна Однако, если мы детально продумаем дизайн участка Высадим верхний ярус финиковые пальмы, что даст нам возможность посадить разнообразие плодовых деревьев во второй ярус И как только мы организуем систему впитывания воды и добавим органику, почва оживет И все это превратится в продуктивную экосистему Мы должны осознать, что это возможно Если вы можете создать продуктивную экосистему в таких условиях, вы можете создать ее где угодно Пространственное соотношение элементов имеет большое значение В пустыне, как ни в какой другой климатической зоне, особенно важно понимание того, что в долгосрочной перспективе экосистема важнее производства огородных культур или животноводства Для получения ощутимого результата, например, в виде урожая, уже в течение первого года важно правильно планировать время посадок Однако для создания устойчивой пермакультурной экосистемы нам надо делать упор именно на деревья, а не на создание огородов или пастбищ Поэтому ширина рядов с деревьями больше ширины секции, предусмотренной под овощные и ягодные культуры Ширина участка с деревьями, которая и представляет собой продуктивный лесосад, составляет 20 метров В то время как ширина участка, предусмотренного под огород, немного меньше и составляет всего 18 метров Для запуска нашей устойчивой экосистемы на 4 гектарах земли Мы высадили 3 секции с деревьями, а между ними 2 секции с овощными культурами Когда меня попросили создать пермакультурный проект в таких условиях